Ну вот, посмотрите, друзья, как близко я уже подобралась к этой знаменитой скале нашей Калвердаун, про которую первое видео я уже сняла, подробно рассказывая. А сейчас все-таки хочу подобраться поближе и еще вам расскажу кое-что об этой прекрасной, великолепной скале обрыву. Сейчас у нас вода уходит, поэтому здесь, видите, я еще могу пройти, хотя уходит только-только, был большой прилив. Сейчас у нас океан довольно спокойный, вы видите, приятный шум прибоя, надеюсь, вам нравится тоже. И сегодня у нас практически здесь нет ветра, хотя вот этот мыс обычно очень ветреный. А вот я повернулась с другой стороны, это вид на город Сандаун, в котором мы с вами тоже гуляли. Очень длинная набережная, 6-километровая, которая соединяется потом с набережной Шанклин. И там очень много всего красивого. Пройдемся еще, буду вам показывать еще. И вот там еще вдалеке тоже виден такой обрывистый такой берег, как обычно с этой стороны. Но вы знаете, вот в связи с тем, что сегодня дымка, если ветер, то не поговоришь, в камеру дует. Если ветра нет, то сразу вот такая вот дымка, фок называется здесь, туман. Туманный такой, не знаю. Фок небольшой и не видно. Да, хорошо, не просматривается, к сожалению. У меня спрашивают мои подписчики, а можно ли здесь рыбачить? Что-то вот не видят они никаких удочек, никаких рыболовов на берегу. Но вы знаете, вот здесь, в связи с тем, что здесь все-таки пляжи, и, наверное, очень много собак гуляет. Здесь, да, я никогда не встречала людей ни с удочками, ни тем более, не дай бог, с какими-то сетями. Сетями, конечно, нельзя здесь ловить, как вы понимаете, удочками можно. Но не тот берег, чтобы ловить. Ловят обычно в Ярмосе. Это вот на западном берегу, тоже English Channel, пролив Ла-Манш, но западный берег. Там большой обрыв, там глубоко довольно. И прямо с этого обрыва, с пирса, люди ловят рыбу. Сибас, огромные, великолепные рыбины. И, как я вам тоже уже рассказывала, странным образом все эти рыбаки, которых там великое множество, они ловят на спиннинг огромных рыбин Сибас. И они их обратно выпускают в океан. Вот это странное дело, которое мне непонятно. Но они говорят, что они ловят для удовольствия, а не для того, чтобы это кушать. Вот такие они, странные англичане. Нам непонятные их привычки и нравы. И многому чему можно было бы поучиться. Вот посмотрите, чем я ближе подхожу к этой великолепной скале. Видите, уже теперь там видно, что вот этот большой меловой обрыв, а дальше идет обрыв вот из такой вот, с такого красного глинозема, как здесь. Вот видите, и он там тоже огромным обрывом. Попробую подойти настолько близко, насколько мне позволит вода, чтобы вам показать. Вы знаете, что еще мне нравится? То, что я вместе с вами гуляю порой в такие места, в которые так бы просто я, конечно, не пошла. Ну, я бы пошла туда на более оживленную сандаун, эту набережную. Посидела бы где-то в барчике. Там тоже шумит прибой. Все очень красиво. И полюбовалась бы вот этим вот видом на скалу просто издалека. А сейчас все-таки я хочу дойти до самого-самого подножья этой Калвердаун-скалы. Вместе с вами, друзья. Ну, а пока мы идем, конечно же, я буду вам кое-что об англичанах рассказывать. Вот остановилась, хочу показать вам. Посмотрите, какой огромный камень обвалился, грохнулся. Видите, это камень вот оттуда. Это вот именно то, что я и говорю. Здесь постоянно оползни вот такой вот камнепад или почвопад. Почва, но иногда и камни. Так что ходить не очень здесь безопасно. Ну, вообще, так скажем, если бы было уж совсем небезопасно, они бы оградили это место. Потому что здесь сейчас гуляющих очень много. Поэтому, скорее всего, так как этот склон пологий, видите, ну, оборвался этот камень единичный. Он хоть и большой, но он, наверное, просто скатился, а не упал кому-то на голову. Так же спрашивают у меня очень часто мои подписчики. Как это вы оставляете на улице? Вот кресла там стоят. Когда я делаю видео, снимаю садики. Кресла, очень красивые вазы стоят. Скульптуры стоят. И мраморные. Ну, и просто какие-то старинные, которые украшают садик. Подсвечники там. Всякие осветительные фонарики, лампочки. Все это остается навсегда. Никто никогда не покушается. Как у меня спросили, наверное, там кресла прикручены с цепями железными. Вы знаете, нет. Ничего никогда здесь не крадут, ничего никогда не берут. Во-первых, из-за того, что вообще в Англии, конечно, очень низкий уровень преступности. Очень низок бывает. Но это бывает, опять же, на большой земле, на Мейнленде. Там, в связи с тем, что очень много сейчас приезжих. Я ничего не хочу сказать плохого. Но мигранты, в основном из бедных стран, которые, как вы знаете, заполонили всю Европу. В том числе приезжают и в Англию. В частности, селятся в Лондоне и в крупных городах. Манчестер, Ливерпуль. Какие там еще? Бристоль. Наверное, Эдинбург, Шотландия. Глазго. Ну, в общем, все большие города. Кардиф особенно славится вот уровнем, повышенным уровнем преступности. Ну, а здесь остров Вайп, его оберегают. Это заповедник. В связи с тем, что здесь нет никакого моста. А просто надо переправляться на пароме. Это, в общем-то, довольно сложно, чтобы переправиться. Но это легко, чтобы отследить, кто именно конкретно сюда переправляется. Как вы понимаете, всех можно посчитать, пересчитать по пальцам. И очень легко обнаружить, если кто-то хочет просто нелегально попасть на остров. Поэтому здесь у нас никаких мигрантов нет. Когда я приезжаю на Мэйнленд, я поражаюсь сразу. Сразу же только я переезжаю в Портсмасс, в Сандаун, на противоположной стороне пролива Соланд. И сразу масса китайцев, чернокожих людей. Ну, в общем, масса из арабских стран. Сразу все это видно. Если вернуться к нашему побережью, по которому я продолжаю идти. Но идти, вы знаете, еще далеко и далеко. Так вот, здесь довольно часто находят. Кто ищет, тот всегда найдет, как говорится. Даже некоторые сами специально подкапывают вот эти вот породы глинистые. Находят там такие окаменелые остатки ракушек морских. Вот, которые тоже здесь продаются в огромном количестве. Стоят довольно дорого. Тоже вам их покажу в магазинах в качестве сувениров. Люди покупают их себе на память. Вот еще, посмотрите, какой огромный камень ржавого цвета скатился с обрыва. Там вот, если видно вам наверху беленькая табличка, там написано «Dangerous, опасность, близко не подходить». Хотя здесь, конечно, невысоко, как я сказала, всего лишь метров 5-6. Но падать не стоит. Вот, посмотрите еще. Если вам передает цвет моя камера, посмотрите, какая опять красота. Это уже такое палевого цвета. Там я вам показывала рыжую глину. А здесь она уже вот такая вот палевая. Очень красиво все эти разноцветные скалы. Ну и меловые, конечно, выглядят грандиозно. Вот, посмотрите еще. Вот, это совсем недавно оползень произошел, как вы видите. Даже еще все эти заросшие травой. Остатки, которые сползли сверху. Ну и потом их, конечно, вода поглотит все. Ой, я все время трясу камеру, потому что хочу встать поближе, и подо мной обрывается земля. Да, песок. Вот такой грандиозный оползень. Вот. Но это я же, как вам уже говорю, это буквально совсем недавно обвалилось это место. Потому что вот сейчас поднимусь, покажу вам. Вот вскарабкалось повыше. Но вообще денджерис опасно здесь. Вот, посмотрите, какой огромный пласт берега, прибрежной земли обвалился. Вот, видите. Все, значит, это даже, вот там, если вы видите наверху, это была дорога. И как она, она шла вдоль пролива. Очень красивая. По ней даже автобусы ходили. Но это было, как мне рассказывал мой муж, было, наверное, лет, более 50 лет назад эту дорогу построили для того, чтобы люди ехали и наслаждались красотами пролива по прибрежной зоне. Но получилось так, что вот за 50 лет вся эта дорога, она обвалилась. А это вот остались вот такие к ней подъезды. И это именно то, что я рассказывала вам, что обрываются люди на машинах. Но здесь, если оборвется кто-то на машине, то, наверное, не разобьется. А вот там, на той огромной скале, я 150 метров высотой разбиваются насмерть. Слушайте, я иду. Подумала, что отлив. Иду туда дальше. А вода все прибывает. И мне здесь уже даже и не пройти. Посмотрите, что вода подошла к самой кромке. А я думаю, почему там люди все оттуда быстренько ушли. Ну, потому что вот они знают, когда здесь гулять, а когда нет. Так-то, конечно, не страшно, но в крайнем случае я ноги намочу, разуюсь, пройду. Но я все-таки хочу дойти до конца вместе с вами. Хотя, вот видите, ошиблась. Прилив, оказывается, у нас всего сейчас. Посмотрите, насколько красивые здесь вот эти рыжие. Рыжие вкрапления, рыжие камни. Ой, кто-то мне опять делает замечание, что тень моя падает. Ё-моё. Но вам, друзья, некоторым из вас трудно угодить. Ой, ну вот как жаль, друзья, как жаль. Мне уже туда не подойти, как вы видите. Всё. Большая вода. Она подступила к самой кромке. Береговой линии не оставила мне для того, чтобы прогуляться. Но я думаю, что здесь осталось, наверное, метров 200. Хотя, вот там кто-то вдалеке с собачкой гуляет. Метров 200 мне осталось до самой вот этой вот скалы. Вы знаете, прям так хочется дойти. Ну, что ж такое. Вот посмотрите, какая красота. Ой, я стою здесь на возвышении. Глина ползёт под ногами. Вот посмотрите, показываю вам панорамку вокруг. Как я далеко уже ушла от сандауна. Я ушла, наверное, метров 500. Ну, ещё осталось 200 метров до обрыва. Вот либо разуваться, либо ползти. Вот здесь вот, по вот этим вот. И ладно бы это были камни, а это ведь они камни, перемешанные с глиной. И вы знаете, вот я сейчас наступила, думаю, я сейчас пойду. А у меня всё поползло. Всё под ногами поползло. Ну, вот если только, может, перебежками. Чуть-чуть туда дальше пробегу. Ноги намочу ради вас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бегу. Ой. Вот надо как-то успевать, пока отходят волны, успевать пробегать. Ой-ой-ой. Вот, посмотрите, ещё другая порода здесь. Что это? Какая это? Не знаю. Видите, такие вот плоские штуки. Сколько разных видов почвы и камней. Здесь же вот ещё рыжая, посмотрите, такой кусок огромный. Боже. Вот тоже. Страшновастенько, скажу. Ходить-то тут. И там всё обсыпано. Пока стояла вам, показывала эту красоту, меня захлестнуло. В общем, полные кроссовки воды. Вот. Так что уже мне тут прятаться, наверное, от воды. Прям хоть разувайся, иди босиком, ю-моё. И я всё ближе и ближе к Калвердаун, к этой грандиозной скале. Вот. Вообще, нормальные люди все схлынули отсюда. Они ходят, когда вода маленькая, когда вода уходит, отлив. Ну вот, а меня нелёгкая понесла на прилив. Ну ничего. Вода тёплая, кстати, ничего страшного. Вообще, вид грандиозный. Я же говорю, что никогда так близко не подбиралась. Но я могу, если даже я и дойду туда, то только до первой вот этой вот белой основания белой скалы. видите, как вода прибыла пройти практически только измочившись. Вот, друзья, длинное видео, долгое, не знаю, понравится ли вам, досмотрели ли вы до конца, потому что я хотела именно показать вам вот этот вот красивящий берег, обрыв Калвердаун в Сандауне. А на этом моё видео я закрываю. Всего вам доброго, ставьте лайки, кому понравилось, пишите отзывы. Всего вам доброго, пока-пока.